Уважаемые коллеги, студия диалоги о ритейле, ритейл.ру продолжает свою работу на неделе российского ритейла. И в гостях у нас Владимир Корчугов, исполнитель-директор Оскона. Владимир, здравствуйте. Давайте начнем издалека рынки в целом. Вот на ваш взгляд, что важного произошло на рынке ритейла за последние пару лет, что повлияло на ваш бизнес и заставило пересмотреть какие-то бизнес-процессы, стратегии, планы? Добрый день. В первую очередь надо сказать о том, что мы работаем на рынке товаров для здорового сна. И мы этот рынок формируем сами. Изначально мы вышли из мебельного рынка. И мы все-таки являемся так или иначе частью мебельного рынка, но в то же время в основном это рынок товаров для здорового сна. Это ортопедические матрасы, кровати, ортопедические диваны, подушки, постельное белье, различные гаджеты для здорового сна. Конечно, очень здорово повлияло и на нас в том числе, как и на весь ритейл, состояние экономики и то, что происходит в стране. На нас определенным образом сказали санкции и курс роста валют. Это сказалось в первую очередь на стоимость закупных товаров и закупного сырья и на арендные ставки, как, наверное, и на весь ритейл. Во вторую очередь, конечно, на наш рынок сказалось падение рынка жилищного строительства, потому что мы привязаны очень плотно к сдаче квартир и к рынку жилищного строительства. Чем меньше покупают квартир, тем меньше начинают обустраивать квартиры, тем меньше покупают наших товаров. Поэтому мы были вынуждены изменять ситуацию внутри компании, не просто смотреть на рынок, а управлять этой ситуацией. Поэтому мы завели очень много новых категорий товаров, чтобы, скажем так, минимизировать то падение основной категории ортопедических матрасов, которые мы изначально занимались. То есть вы ударили пересмотром ассортимента, как контрмерой, его расширением? Мы ударили пересмотром ассортимента. Мы вывели на рынок принципиально новый товар, тертопедический диван, чего раньше не было совсем на российском рынке. Мы очень сильно увеличили глубину и широту ассортимента по аксессуарам для здорового сна. Это подушки, постельное белье, гаджеты для здорового сна, чего, в принципе, тоже раньше на рынке не было совсем. При этом мы стали заниматься и увеличивать, опять же, ассортимент мягких интерьерных кроватей и увеличили, в том числе, и основную категорию матрасов. Увеличили с точки зрения ценовых сегментов. Если раньше «Оскона» воспринималась как компания выше среднего и у многих потребителей вообще воспринималась как компания дорогая, то на сегодняшний день мы можем предложить очень доступный продукт абсолютно во всех ценовых сегментах. А как встретили вот эту группу товаров в как раз низких ценовых сегментах? Насколько она востребована у людей? Встретили, наоборот, очень позитивно. Понятно, что поскольку потребительская корзина в целом снизилась, денег у людей стало меньше, поэтому они восприняли это очень позитивно. И мы вот на этой волне поймали, наоборот, не снижение покупательской способности и не снижение оборотов, а, наоборот, рост оборотов как по показателю like for like, так и в целом по своей родичной сети. Вы сейчас говорите в общем о своей стратегии, как, в первую очередь, производитель. А что касается монобрендовых магазинов, что у вас тут происходит? На самом деле «Оскона» как раз отличается тем, что это вертикально интегрированный ритейлер. Мы не только производитель, мы контролируем абсолютно все процессы воспроизводства. Мы контролируем все процессы от производства сырья, сырьевой составляющей до конечного потребителя. У нас есть несколько производственных компаний в холдинге, есть канал B2B, есть канал франчайзинга и есть собственная розничная сеть, которая на сегодня занимает основную долю в бизнесе. Это уже более 400 магазинов собственных, плюс еще 300 магазинов, работающих по франчайзингу. Это именно под брендом «Оскона». Помимо этого, в компании есть еще два бренда и две торговых сети, работающих под другими брендами. В целом, на сегодня это более 900 магазинов по всей стране. Хорошая цифра. Про магазины. Вы сейчас занимаетесь развитием нового формата магазинов, переформатируете. Как вы к этому пришли? Что послужило решением? И, собственно, что стало результатом? На это повлияло несколько факторов. Понятно, что все, что мы делаем, мы делаем не просто так. Мы проводим тщательные исследования как российского потребителя, так и смотрим, что происходит на зарубежных рынках. В первую очередь на рынке Соединенных Штатов, поскольку это самый развитый рынок, в том числе и по нашей товарной категории. Поэтому мы посмотрели, что происходит там, прекрасно понимали, что рано или поздно это придет сюда. И нам, как обычно, надо было быть первыми. Кроме этого, одно из наших исследований показало, что мебель – это такой сегмент, который относится к категории скучных товаров. Поэтому одна из основных задач было сделать наш магазин очень эмоциональным, в который хочется приходить снова и снова. Помимо этого, на американском рынке, на европейском рынке есть уже четко сформированный тренд, когда здоровый сон, являющийся частью здорового образа жизни, на самом деле уже становится мегатрендом. Если в России, вообще если говорить о здоровом образе жизни, то он стоит на трех китах. Это здоровое питание, активный образ жизни и здоровый сон. И если здоровое питание и активный образ жизни уже набирает обороты все больше и больше, то здоровый сон по-прежнему остается недооцененным на российском рынке. Поэтому на сегодня наши магазины предлагают полный перечень товаров для здорового сна, и при этом стали очень эмоциональными, в которые хочется приходить снова и снова. Помимо этого, мы предлагаем очень большую ширину и глубину ассортимента во всех своих товарных категориях. А вот сам переформат магазина, какие вот ключевые решения вы приняли, что это повлияло на продажи или на восприятие покупателей как-то по-новому бренда? Ключевые вещи. Во-первых, мы полностью отказались от брендовой представленности матрасов и вообще всех своих товаров, как это было раньше. На сегодня мы сделали выбор матраса, дивана, подушки очень простым и эмоциональным. Мы предложили выбор по различной степени жесткости. То есть, приходя в наш магазин, вас сначала тестируют с точки зрения, как вы спите, какие у вас предпочтения по жесткости матраса, дивана или подушки. И после этого с вами консультант выбирает уже непосредственно тот товар, который подходит именно вам. То есть мы сделали выбор очень простым, эмоциональным и кастомизированным для каждого клиента. Помимо этого, мы им предложили ряд новых уникальных сервисов, которых нет ни на мебельном рынке, а каких-то сервисов нет вообще на российском рынке. И это послужило определенным откликом, когда наш клиент стал возвращаться в магазины снова и снова. Во-первых, посещение вообще мебельного центра и мебельных магазинов – это опять процесс такой достаточно скучный. И когда вы приходите к этому, вы тратите очень много времени, вы не понимаете ничего в этих товарах, мучаетесь, особенно когда это семейная покупка. Для мужчин это вообще скука и тоска страшная. Поэтому на сегодняшний день мы сделали выбор очень простым, эмоциональным и предложили такие сервисы, как вы можете прийти всей семьей. И в то время, когда ваша супруга выбирает тот или иной товар, вы можете спокойно посидеть, выпить чашку кофе, посмотреть телевизор. Ребенок в это время в специальной детской комнате, детской зоне занимается своими делами, смотрит мультики, рисует и так далее. Поэтому выбор очень простой, очень удобный, очень эмоциональный. Последний вопрос. Он как раз тоже немножко про эмоции и философию. «Ритейл.ру» в этом году празднует 18-летие. И мы спрашиваем своих гостей, с точки зрения взросления отрасли, как она росла все эти 18 лет, но даже не 18, пускай 10. На ваш взгляд, в умах, в восприятии ситуации, в стратегиях, в головах вообще, что поменялось у участников рынка? На что они теперь смотрят по-другому, нежели так, как они начинали или продолжали 10 лет? Во-первых, все стали считать деньги. Никто уже не идет на безумные арендные ставки, никто уже не занимается каким-то безумным развитием. Понятно, что рынок и ситуация в экономике всех научила смотреть на свои затраты, на деньги по-другому. Второй момент. Все так или иначе начали заниматься, не скажу, что все, продвинутые ритейлеры, начали заниматься автоматизацией, оптимизацией бизнеса, когда появляются новые сервисы, потому что покупка должна становиться более быстрой, более простой, более эмоциональной. В том числе и у нас появляются такие сервисы, как собственный кредитный брокер, когда оформление покупки в кредит занимает реально несколько минут. Это наша собственная разработка. Если раньше даже покупка в кредит могла занимать час-два, то сейчас это происходит в течение нескольких минут. Мы запустили совместный сервис с Гетт, и у нас есть услуга Гетт Курьер. Когда реально вы, не выходя из дома, в течение нескольких минут можете сделать заказ, и мы вам его привезем в течение часа. Прямо домой вы можете сделать это, не выходя из дома. Это особенно актуально для мелких товаров, за которыми не обязательно ходить в магазин. Различная аксессуарика. Кроме того, все задумываются о том, как как раз стать ближе к покупателю. Появляются различные интересные программы лояльности. Мы здесь тоже не исключение. У нас есть Ascona Club, и вы, вступив туда, получаете дополнительные уникальные сервисы от сотрудничества с компанией. Все это так или иначе приводит к доходности бизнеса, когда мы с клиентом начинаем дружить, общаемся более тесно, более плотно и предлагаем какие-то уникальные вещи именно для постоянных клиентов. То есть отрасль больше развернулась внутрь себя, внутрь своих процессов и в сторону клиентов? Здесь происходит однозначно такой процесс. Сильные компании становятся сильнее, слабые просто уходят с рынка. Кто не может оптимизировать свои бизнес-процессы, кто не может управлять костами, кто не может запустить какие-то инновации, дополнительные сервисы, тот просто на этом рынке выжить не сможет. Продвинутые инновационные компании, к которым мы себя относим, однозначно получают новый рывок в развитии собственного бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...